Толстый кошелёк, я чую за версту, знаешь чё ты можешь почуять? Мой толстый хуй. Приветствую всех на канале Monver, и это игрушка Mountain Blade Warband, а также мод, который на неё установлен. Гражданская война в России. Недавно натолкнулся на сериальчик про Нестера Махно, там 12 серий, я половину этого сериала посмотрел. Ну не знаю, в сериале он был не с усами, а по фотке в Википедии у него есть усы. Всё-таки я сориентируюсь по сериалу. Сесть на поезд в гуляй поле, да, мы отправляемся прямо туда. Почему моя прическа неправильная? Что произошло? Почему в меня целят? Я же приехал в гуляй поле. Лежать. Что, меня резать, батьку? Тебя сам порежу. Бандит был убит ударом Нестера Махно. Так, мы находимся в гуляй поле. Почему Иркутск над Москвой находится? Сейчас кто-нибудь на меня сразу же наедет и скажет, типа, вот Иркутск был раньше в Санкт-Петербурге. Ты не знал? Поехали в Диевку. А на чём мы едем-то? На бронепоезде, ой, на бронемашине едем. Опа, мародёр, кошелёк или жизнь приятеля, никаких резких движений. В смысле? Я вообще-то анархист. Ты понял, ты на кого попал, дядя? Я тебя не боюсь. Накинутся на врага, мы их расстреляем. Ну-ка, хлопцы. Пока что никого не видно, видимости нет. Чё, у меня ещё нож есть отцовский. Так, вижу этих разбойников. Свобода или смерть. Анархиста вперёд, сто рублей не отдам. Чё, получил? На батику напал. Рыжий, бесстыжий. Сейчас ты отхватишь. Я вообще-то председатель гуляй-польского совета депутатов. Чё же вы пацанов-то не пожалели? Рабочек-крестьянских. Кепки, ноги чьи-то валяются. Так, можно ноги забрать. А у меня два гномских хлопака. А, это сушёное мясо. Тру, прибыли. Стоять, конь анархиста. Хватит вертеться, ешь. Не вертись. Тихо, кто-то петух закукарекал где-то. Морек-перепелка ставит под сомнение наше анархическое движение. Его нужно уничтожить. Расскажите мне, где морек-перепелка? И где его искать должен? Вот этот мне по-любому хочет сказать, где морек. Нервный человек. Ага. Дружище, я никуда не уйду. Сегодня вам придётся сразиться за своё серебро. Ты чё, фуражечник? Умри, собака. Топор достал. Стрелки. Команды стрельбы. Стрелять. Стрелки в атаку. Ёп. Нестора убил в спину? Разведка подтверждает, что вражеские тела в размере 13 человек. Ой, блядь. Куда, Нестор? Ты чё под коня-то жопой? Какой-то Нестор вообще его пленят уже. Он как бы сидел в тюрьме, но он в царской тюрьме сидел. Во, с меня сняли шапку. Меня что, лишили картуза? Надо посетить таверну. На меня опять напали бандиты? Реально бандит? Блядь, попал. Абрек был убит ударом. Вот лох. Ты дай мне зайти в таверну. Так, чё меня с хлебом с солью встречают? Чё здесь? Щи. Ваши щи хоть. Хуй пола щи. Офицер Красного Кристалла сторчит лицо. Как будто бы его закатали в бетонный блок. Вам нужны помощники? Нифига, а у него мундирчик. Два и моих приятеля хотим пойти вам в услужение за 798 рублей. Чё, ну так дорого? У меня всего 153 рубля. И крендель. Отряд Батька Нестор Махно. Это я вообще-то Батька. Ну-ка подъедем сейчас к нему. Батька Нестор Махно, мы знакомы. В смысле? Я вообще-то за него. Надо Батьке сказать, что я Нестор Махно. Меня зовут Батька. Мне по дороге. Всё, поехали в Сич. Опять бандиты на меня напали. Я хотел мобилизацию провести. Так, сейчас, пацаны, секундочку, секундочку. Надо сохраниться. Сейчас я кое-что проверю. Я вспомнил небольшие советы от Серёги. Как играть в игры. Ой, у меня случайно 8000 рублей оказалось. Чей там флаг-то анархический? Да? Чё такое? Ого. Давай-ка, отсчитай нам немного серебра. Не то мы его из тебя выбьем. Ох ты. А знаешь что? Я не только из тебя выбью. Я тебя ещё и выб... О, смотри-ка, обнаглевшие какие. А ну лежать! Вот это мне надо. Так, ну мы лучше-то позицию для мобилизации не могли выбрать. У нас ящик застрял в горах. Крестьяне падают с гор. Саные обреки. Он пытается расстрелять мою крестьянку. Ты чё охренел? Нет, он убил крестьянку. Ну животное, за такое я тебя щадить точно не буду. Где моя шашка? Готовься. Отрежу яйца. Во, папаха обрек... Вот, маузеры есть, наконец-то. Изорванная одежда обрека. Ну-ка, как она выглядит? Нормально, пойдёт, пойдёт. Вражеская форма для анархиста самая то. Ой, ё, погоня! Лох чё, перевернулся? Ну-ка, Сашку, передай-ка мне винтовку. Патроны-то возьми, а? Нестера подстрелили. Опять, что ли, меня в плен взяли? Да ёб твою шашлык, а? Ну хоть одежду у меня не украли, на том спасибо. Они у меня вообще ничего не украли? Блядь, они с меня штаны сняли, что со мной они делали? Какой ужас. Вот теперь я могу посетить таверну. У меня теперь бабло есть, ещё бы штаны бы были. Я и шесть моих приятелей хотели. Пойдёмте. Сейчас мы этих обреков выкрепим. Какой у тебя конь есть? Подороже самый. Во, отлично, сейчас прикупим папаху себе. А, это еврей, который продавал одежду. Вот это уже разговор пошёл. Так, свою берданку обоссанную забирайте. Во-первых, да, метательные ножи, чтобы в голову всем кидать. Будем брать Екатеринослав сегодня на рассвете, я думаю. Во, вот это вот уже наши пацаны поехали. Вот так вот, давно бы уже. Сейчас я тебе ножи выбор мастеров покажу. Куда? Блядь, на батику что ли решил дерзнуть, а? Ещё и шашку оголил. Не страшно тебе? Это всё? Куда ты пошёл? Получай в щёку ножом. Стой, басурманин. Ножи выбор мастеров. Блядь, столько ножей в жопе, я не знаю, как он там выжил после этого. Чё, забрал кошелёк? Отрежьте ему голову. Нифига мы тут ног по наотрезали. Хочу присоединиться к вам, помочь отвоевать трон. Я не хочу присоединяться к армии, пошли в жопу. Патронов у нас пока достаточно, мы не будем просить помощи у большевиков. Эх, ваши буржуазные вот эти тарелочки, столовое серебро. В хлеву такого не было. Так, заходим в Москву. Нига? Ой, не, подожди. Ой, я ему случайно в челюсть прописал, пока разговаривал с ним. Похоже на Валерия Леонтьева какого-то с грудью, с женской. Что это такое? Александра, нифига у тебя папиросина. Давай пропишу. Хоп! Тыганский певец, вот это нам нужен. Песня кабриолета. Не в силах я. Выходим в центр города, вы готовы вдохнуть запах Москвы? Это Москва, парни. Сидит у нее, рука зависла. Атрофировалась. Ну-ка посмотрим поближе. Че написала-то там? Зэ? Че-че-че-че-че она там написана у нее? Заклинившая особо считает себя важной. Которая, наверное, захочет послать вас в другой кабинет, чтобы настоялась бумажечка. Ну, че-то Москва меня не впечатлила. Во! Вот теперь у меня флаг нормальный. Генерал Уинстон Черчилль снова на свободе. Что? Тебя-то я ищу. Где вы держите пленных, и я опущу тебя? Накинуться на врага. Четыре бойца против наших тридцати восьми. Все. Справедливость восторжествовала. Ну, че, ограбители. Ну, пацаны, ну что же у них так жестоко-то, а? Всего лишь метательный нож нужно кидать в лицо. Марфа-посадская посадила этого типа на бутылку. Марфу застрелили, су. Так, я их сейчас лично на шашку посажу. Саид в сторону. О, хорошо. Сразу слышится в броневичке одна лошадиная сила. Это кто такие? Э, Роберт, и вы че? Атаковать противника. Заходим. Вперед, морячки. Надеюсь, кто-нибудь из вас видел пингвины. Это кто такие? Это что, Антанта? О, хорошо. Вот это заруба. Что у вас тут многовато? Мой конь. Я выстою. Это был кадет Антанты. Ныне вы у меня в плену. Вот так вот, генерал Роберт. Антанта заплатит вам 4000 рублей, если генерал будет опущен. Отклонить. Че нам на эти деньги-то? Мы зерном расплатимся. Во-во-во-во-во. Ну-ка стоять, генерал. Посмотри-ка, он испугался нашего внезапного нападения. Он заманивает нас вглубь страны. Вот он. Стойте. Это вообще-то я ему говорю, стой. Накинуться на врага. Вперед, мы дадим боям в пустыне. Че животные? Мы сейчас еще одного в плену возьмем. Нужно отпрыгать. Помогите. Все, вам хана, пацаны. Я красный, как сеньор помидор. Типа случайно убил. Я не в того стрелял даже. Тупая рубиловка такая. Как тебя там, полковник или командир кто-то там? Это победы? Где ваш капрал? Командир. Кто он там? Так будет с каждым. Мы сейчас в Керчь не заезжали. Жители Керчи сдавали. Женщина, ты куда? Куда-куда со сковородкой? Успокойся. Еще одна с косой. Они были враждебно настроены ко мне. Но легли они синхронно. Какие наглые женщины в Керчи. Я и не знал, что они тут такие боевые. Ты как последний хозяин этого поселения. Давай на ножах. На ножах. Прости, мужик. Разграбить и сжечь Керчь. Извините меня. Да вы не отстоите, Керчь. Да, блять. Сука. Прав был дедушка Ленин насчет Антанты. Только расслабишься, в колонию превратят сразу. Че, настрелял? Настрелял, говно? О, ты, сучонок, иди-ка сюда. Буду ножи испытывать. Че ты сразу умер-то? Почему ты так быстро сдох? Тварь. Вы же любили кучкой на меня нападать? Расстреливать, да? Людей расстреливать. На одного в шестидесятером пришли. Нормально, да? Вот этого особенно обоссать надо, бородача. Пришел тут в своих паленых Adidas штанах. Ребята, давайте остановимся здесь. Это очень жаркие бои были. Или я просто взмок уже от этих боев. У меня реально рука уже болит. Давить мышку и вырезать этих чертей всех по одному. Я сделал что мог. Если кто-то из вас играл в эту игру. И кто-то знает, как сделать здесь так, чтобы оружие стреляло автоматически. То есть, вот я с винтовки сейчас стрелял. Вот это... А чтобы сделать вот так вот... Напишите, пожалуйста, как это сделать. Я сделаю, чтобы оружие так стреляло. И я уничтожу эту саную Антанту. Я пойду на Одессу. На Одессу пойду. И снесу их вот этот флаг. И сделаю там флаг таким, каким он должен быть. Если вам понравилось данное видео, заходите, пожалуйста, в Дискорд. Ставьте лайк. Оставляйте комментарии. Всем спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.